Девушки отдыхают Вы знаете, до парада Я был на Камчатке Это была моя мечта с детства Я сам из 1005 Саратовской области Маленький городок Мой папа не был военнослужащим Он возил хлеб И вот как-то объявили Что гражданские будут сокращать И нам предложили два варианта Поехать в Белоруссию или поехать на Камчатку Конечно, я был за Камчаткой И у меня сразу вместо тройки Про географию стала пятерка Я знал все про все вулканы Их названия Я просто сходил с ума по Камчатке И думаю, какое счастье, что мы не поехали Когда бы я не поступил в Заратовское театральное училище Может, не говорил бы сейчас с вами Но мечта моя сбылась сейчас Я побывал на Камчатке Я пролетел ее и проехал И проходил всю От севера до юга И финалом этой поездки Стал этот парад, про который у меня спрашивается Я никогда не был на военном параде И как-то я и не хотел Ну, это производит достаточно мощные впечатления Когда ты видишь, так сказать, вот эти все Нашу защиту, наши корабли Ребята в белом все стоят И мы с главнокомандующим на катере приклываем И практически я хотел все время тоже сделать тот козырек Но у меня не было главного убора Ну, да, впечатления, конечно Ну, то есть в данном случае впечатления приятные Евгений, ну, понятно, что более или менее Мы как-то относительно возвращаемся К такой нормальной жизни Открываются кинотеатры Что успели сделать на карантине? Как вообще провели вот эту самоизоляцию вы сами? Вы знаете, я прекрасно провел время Я очень Достаточно много времени проводился С своей семьей При этом я работал На удаленке и репетировал в Театре нации Несколько проектов Три, в частности, одновременно Кроме того, мы составляли Вот это бессмысленная была вещь Мы составляли в все время репертуар На следующий месяц И оказывалось, что это невозможно Кроме того, еще какие-то студии фильмов Студия «Третья Римка», которой я занимаюсь Например, мы сделали фильм «Тремя первых» Мы тоже разрабатывали несколько проектов Которые сейчас вот один из них запустить Вот Ну, слушайте, полезно Полезно Ну, все, кроме планов на следующий месяц Было крайне продуктивно, давайте признаемся Планы подкачали немножко Ну, в принципе, как и всех Ну, одной из первых премьер После открытия кинотеатра в стране Станет семейный фантастический фильм Джаника Файзиева Вратарь галактики Где одну из главных ролей сыграл наш гуси Евгений Миронов Фильм выходит с проката 27 августа Но если в двух словах Это такой целый мир Придуманный и нарисованный его создателями Вот Интересно, знаете что? Насколько вообще, Евгений Мы уже фильм посмотрели Такой предпоказ был Насколько вообще вы понимали, что это будет? Ну, потому что явно, что это все нарисовано Непонятно, что за существа вокруг во время съемки Где вообще вы все находитесь? Что это за пространство? И все-таки, учитывая, ну, Евгений Что народный артист Что такое у вас стаж и театральных работ И киноработ Ну, явно, что вы далеко не на каждый проект соглашаетесь А тем более, когда не вполне понятно, что будет на выходе Ну, знаете, я туда очень резко попал Я только закончил съемки фильма У Владимира Хатиненко, где я играл Ленина И я очень подробно, значит, погрузился в этот образ Насколько, настолько, что мне было трудно из него очень, ну, выходить Я практически дома разговариваю Голосом Владимира Ильича в бытовой обстановке И вот предложение Джаника Фазива Неожиданно так резко поменять Все Оно меня как-то очень импонировало И я, правда, и там Джани, когда я уже играл На съемочной площадке в фильме Значит, он уже мне говорил, Женя, жест Ленина Он где-то довылазил у меня Где-то был глаз прищу Или где-то что-то еще Но, знаете, я не помню даже, когда я получал такое удовольствие Может, в детстве Когда мне, например, из Москвы Тетя Маша моя привозила Такую обезьянку, которая вот так вращалась Я никак не мог понять, я был маленький Как она вращается Оказывается, там она заводилась Но это для меня вот было чудо Московское какое-то чудо Вот так и для меня фильм 99,9 десяток которых Было снят на зеленке Это было абсолютное чудо Мне было, я, так сказать, давно, как вы заметили Снимаюсь и несколько раз я снимался В подобных картинах Я имею в виду подобных С большим количеством компьютерной техники Но сейчас я полностью был погружен В неведомый мне мир Абсолютно Потому что я все-таки привык работать по старинке В хорошем смысле Как это школа психологического театра Когда я должен был все-таки увидеть партнеров Хотя бы видеть их А их нет вообще И приблизительно там стоят на зеленом фоне Или у нас был синий фон Там стоят такие, знаете, как это Меточки Вот здесь один герой Вот здесь другие героини Это те, которые были нарисованы То есть даже не человек в специальном костюме То есть просто прямо метки и все Ну было по-разному Было и надевали ребят И их ставили на так Потому что там были, например, ну такие Пятиметровые мои партнеры Да, 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 героини, да Пятиметровые героини Которых я Я все равно доставал Джаника Я подходил и мне говорил А как они выглядят? Какие-то у них характеры? Я должен был как-то, ну Понимать, кто вокруг меня И он Что делать? Раз я так надоедливо к нему подходил Он, значит, мне показывал картинки Я примерно представлял себе Кроме того Что не было партнеров У меня еще не было Часто не было партнеров У меня еще не было Предметов Они были воображаемые И часто пульт какой-то Или спутник, который появлялся Его надо было обыгрывать Его надо было тоже представлять И представлять нам всем одновременно Кто играл вокруг этой сцены Как он выглядит точно Где у него кнопочка Где он улыбается Или там была сцена Где, например, мой герой Я не знаю, кстати, осталась она или нет Потому что я не видел картину В отличие от нас Мне ее не показывали Там, где он собирает луну Поскольку он разрушил Есть, есть Да, есть Вот она полностью Была импровизированной Потому что Я тоже Джанику представил Я говорю Где-то должна быть у него мука совести Что он гений Что он придумал вот эту систему Которая потом сама себя начала разрушать И в том числе лучший ученик Я говорю Где-то он должен что-то собирать Он говорит Ну давай попробуем Поскольку ничего не было Ну я начал представлять Что это какая-то штука Где-то там он Вот есть такой Какой-то, наверное Экранчик И вот это все было В импровизационной Такой манере Абсолютно Ничего не было физически Понимаете Ну и плюс характер Мы искали характер И, надо сказать Джаник помог Какой-то с гонорей Должен был быть Все-таки такой Живой человек Непосредственно достаточно Кроме того У него Я ведь еще занимался И другим характером Кроме Белла Я еще участвовал В создании характера Черна Да Это как раз Для слушателей Кто не понимает Это главный Можно сказать Протагонист И антагонист Ну то есть Белла Он за добро Что вполне логично Да Антагонист Он за зло Если можно так сказать За зло И мне предложил Джаник сказал Чтобы я тоже Вот как бы И его сыграл Он что-нибудь сыграл Он полностью нарисованный Да Он такой Компьютерный персонаж Но необходимо было Чтобы я Одел Обтягивающий Такой костюмчик С датчиками И его Значит Вот как-то Сыграл Вот это конечно Можно было обсмеяться Я потом смотрел Как это выглядело Со стороны Меня засняли Но это просто Немыслимо Это кащинг Но Вот Не знаю Что получилось Посмотрим Так подождите То есть Правильно понимаем Что вы получается Фактически там В двух ролях То есть Этого человека Ну Не человека Это существо Тоже играет А в титрах Этого нет А титры Мы не видели У нас закончилось Так кстати Все Нам не показали Нам титры не показывали Конечно Я полностью его озвучил Я озвучил потом Моим голосом Просто он передел Компьютерным Ну конечно Да-да-да Слушайте Это интересно Прямо Потому что Вот на моменте просмотра Мы этого вообще не поняли Потому что действительно Голос был изменен Это правда Да А компьютерная графика Делает неузнаваемым Естественно Лицо Вот главного антагониста Здорово Ну это По принципу Аватара Там тоже И героиня И герои Когда они Были В том уже Зазеркали Они И Так же Все эмоции Все чувства Слезы Радость Смех Раздражение Это все должно быть человеческим А потом Компьютер это обрабатывает И уже превращает в образ Евгений Я конечно Ну так себе Так себе Перспектива Такая Да У нас тут Тропики У нас тут Джунгли У нас тут Какие-то Ящерки Непонятные Но в целом Город Вот такой себе Так себе Он выглядит А если пофантазировать Тем более Что вот жанр В общем-то Это позволяет Через 50 лет Как вы себе Вот видите Город Ну а вы знаете Да Там сейчас проблема В Арктике Уже Оттаяние ледов Там Уже тоже Так сказать Абсолютно явные проблемы Которые В ближайшем будущем Нас могут всех коснуться То что сейчас происходит И весь мир Все политики Все В этих масках Это на самом деле На самом деле Мир так меняется Стремительно Я уже не говорю Про чипирование Про которое Сегодня Вчера я прочитал Илон Маск Говорит о том Что это Замечательная штука Что Это будет Ну абсолютно Абсолютно Для каждого человека В будущем Да Ну мы конечно же Через 10 лет Буквально уже будет Другой мир Через 10 лет Если сейчас Буквально Да Мы даже не поняли Как очутились В другое время В другом мире Да За эти полгода То что говорить В каком там 2070 год Да 71 год Да Возможно все Главное Чтобы мы все-таки Ну как-то оставались людьми Чтобы разум на не отказ Понимаете Чтобы все-таки Белов убеждал Ну вот кстати Что касается Персонажа Белла Он ведь Ну можно сказать Он понятно Что борец за добро Но помимо этого Он еще и такой Простой тренер Тренер команды По космоболу Если так наверное Сравнивать Где-то отдаленно Через 50 лет Частично Похоже на футбол Хотя конечно Скажем так Вероятность получить Травму Несколько выше Тем не менее Интересно В принципе Как вы Относите к спорту Может быть Был какой-то Конкретный тренер Футбольный Опять же Глядя на которого Вы понимали Вот Это тренер С которого Можно брать Пример И может быть Ну не то чтобы Играть его Но тем не менее Опираться Может быть На его Какие-то реплики Жесты и так далее Нет вы знаете Мне это было Не нужно Потому что Все-таки Мой тренер Он тренер особый Там ведь Он тренер Телепортации Понимаете А не просто Какие-то навыки Футболу Поэтому Тут Опять-таки Фантазия нам Помогала С демниками Что такое Телепортация Да В какой момент Мне необходимо Было Вогнать Главного героя В то состояние При котором Верст В фильме При котором У него случается Какая-то Такая Резкая вспышка И туда Он может Телепортироваться Но тут Не надо Меня никому Учить Я могу Вогнать В состояние Любого Нужное Хорошо Вопрос Знаете Такой вот Чтобы без спойлеров Его задать Вот мы думали Как его так Задать Как вам видится Вообще Главная проблема Вратаря Галактики Ну вот Мне лично Показалось Что на самом деле Это такая проблема Не знаю Отцов и детей Что ли Создателей Творцов И их Детищ И наверное Некое Отсутствие Ответственности За то Что ты делаешь А как кажется вам Ну абсолютно Точно Сказали Это личная тема Ученик Учитель Создатель Его творения И как вы сказали Абсолютно точно верно Ответственности Вот то Что мы так Безответственны Природа Нам Так мстит То что мы Наблюдаем сегодня Вот это Мне кажется Самый важный урок Который мы должны Вынести Из этой пандемии И для того Чтобы все-таки Наши дети Смогли радоваться Тем же радостям Которым радовались Мы Простите За кавтологию А они все-таки Приспосабливались К тяжелым условиям Несмотря на то Что это время Было для них Для детей Я имею ввиду Было Ну интересным И Пожалуй Впервые Я не знаю После военных Годов Мы очутились В такой Изоляции Когда нужно было Приспосабливаться Абсолютно К новым Каким-то условиям Жизни И дети Отчасти Что близко Лето Радовались Безусловно Ну конечно Страшно подумать О том Что если будет Вторая Третья Четвертая Волна Или это будет Стабильно И мы будем Вынуждены Вот так С вами общаться Понимаете А мне репетировать А зрителям Ходить в театре Вот так Безусловно Мы как все Трезвые люди Мы должны Вынести Какие-то уроки Из этого И позитивные В том числе И то Что сейчас Президент Общается Со своими Коллегами По монитору Это большой плюс Мы не стоим В пробках Лишний раз Правда А в театре Есть возможность Препетировать Или встретиться С какими Тоже провести Совещание На этой удаленке Ну и так далее И тому подобное Но тем не менее Вы знали С каким мы ждем Настроением Выхода в театр Несмотря на то Что там сейчас Скорее всего Будет 50% Все равно Разрешенных Мест В зрителем зале Но тем не менее Это ничто Не займет Безусловно Вот это надо Сохранить И отвечать За это Еще немного Вы знаете Мы с ним Очень редко Виделись Я даже Не помню А нет Вспомнил Последний раз Мы с ним Виделись На концерте Наверное Это было Года полтора Назад На концерте На концерте Памяти Высоцкого Кривенского Он пел песню Я читал стихи Мы с ним не были Дружище К сожалению Но роль Действительно Такая очень яркая И вот Говоря о фильме Опять же Вратарь галактики Который мы сегодня Обсуждали Напомню Что он выходит В прокат 27 августа Вот Мы уже Обсудили Опять же Что фильм Был почти полностью Нарисован Это действительно Наверное 95% Графики Бюджет картины По оценкам Некоторым Около Миллиарда рублей Но в принципе В условиях Полупустых залов Конечно Вот сейчас Евгений говорил О театрах С кинотеатрами Такая же история Действительно Залы будут тоже Полупустые Не потому что Люди не хотят идти А потому что Ну просто в целях Сохранения той самой дистанции Отбить такой бюджет Ну почти нереально Хотя конечно Безусловно Мы желаем Создательный фильм Бюджет отбить Как вы вообще думаете Вот Ну такое рискованное С точки зрения Экономики кино Потому что ну полмиллиарда Это просто колоссальный бюджет Для кинематографа Как вы считаете Будут ли Наши продюсеры И режиссеры Продолжать Рисковать Снимать дорогое кино Или все-таки В условиях Пандемии Точнее вот его Постпандемийного Такого кризиса Экономического Перейдут на Комедии Которые Дешево снимаются И приносят Как правило Прибыль создателям Ну какие-то Менее затратные фильмы Потому что с точки зрения Движения вперед Как кинематографа Безусловно Такие фильмы нужны Но вот с точки зрения Финансовых вложений Это конечно вопрос Действительно очень большой Да Это сложный вопрос Конечно же Наверное Если так вот сейчас Сесть Посчитать То нужно подумать Что Фазиев сошел с ума И вообще Зачем он это сделал И зачем он Выпускает в это время С другой стороны Джаник Такой же Как бы Мечтатель Как и немногие Другие Но такие существуют Который Это вы Поверьте мне А я тоже Не от хорошей жизни Стал продюсером Когда я стал Придумывать Какие-то проекты Которые мне захотелось Осуществить В это время Первого Примера Или я сейчас Собираюсь От того Что хочется Реализоваться А дальше Куда кривая Вылетит Понимаете Всего не посчитаешь А в кино Вообще невозможно Ничего посчитать Иногда Выстреливают Глупые комедии И побивают Все рекорды А серьезное Большое кино Остается Потом Надолго Оно сразу Не выстреливает А спустя Десятилетия Мы думаем Боже мой Оказывается Какое Это хорошее кино И оно останется Во времени А то исчезнет Нам всегда Поэтому никто не знает Как это отзовется Двадцать седьмого Да В август В август Ну поскольку Это день кино Это лето И мы первые Я думаю Что ну слушайте Мы должны нам Там благоволить Как-то звезды В конце концов Это честная очень работа Я благодарен Джанику И за приглашение И за то что Он меня взял Свою команду В это путешествие Вместе с молодыми Замечательными актерами Ребятами Которые Некоторые из них Первые по-моему Снимались Ну судя по возрасту Абсолютно точно Некоторые Там ведь были Совсем молодые Актрисы Актеры Да Поэтому конечно Желаем всей команде Удачи Просто даже По-человечески Хочется наверное Джанику Фазиеву Пожелать удачи Потому что Снимать такое кино Действительно нужно Иметь смелость Чтобы найти Столько денег Сделать шаг вперед С точки зрения Вот именно Компьютерной графики И так рискнуть Огромное спасибо Что нашел время С нами пообщаться Евгений спасибо большое Новых вам проектов Успешных Собственных Личных Продюсерских В том числе Спасибо ребята Пока всем Всего доброго Поехали Радио Давай Давай Радио Качай твое Авто Радио Авторадио Авторадио